Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях глава города Чебоксары Леонид Ильич Черкесов. Леонид Ильич, здравствуйте! Здравствуйте! Леонид Ильич, когда мы готовились к этому интервью, мы в основном планировали говорить о предстоящих праздниках День Республики, День Города, о каких-то мероприятиях. Но я так думаю, что само случившееся продиктовало, и необходимо задать первый вопрос. Это обрушение части Московского моста. Думаю, что сейчас, наверное, уже можно назвать причины случившегося. Может быть, есть виновные, кто там недосмотрел, кто недоделал. Как все это устранялось? Московский мост 1968 года постройки, он, конечно, физически и, можно сказать, и морально устарел, требует капитального ремонта. Мы как раз сейчас проектируем, идут проектные работы завершены, проходит экспертиза мост, и скоро начнем строить рядом еще мост. Это шестиполосное движение, но это будет к 2017 году. Но в данный момент мы посоветовались и решили, что нужно мост капитально отремонтировать. Начать же с 2015 года строительство нового моста. Здесь и федеральные деньги, и республикальные деньги, муниципалитет будет вкладываться. Действительно, это серьезный проект, и будет здесь современный мост и шестиполосное движение. Леонид Ильич, а вот комиссия, вы говорили, комиссионно было принято. Ну и комиссия, наверное, выяснила все-таки, кто недосмотрел, почему это произошло? Здесь, конечно, виновата именно подрядная организация, строительная подрядная организация, которую этот мост строила. Они должны были вовремя отвезти эти воды, как после ливня. Но этого не произошло. Ну и здесь наши технодзоры, муниципальные службы тоже не доглядели, вовремя не рекомендовали. Ну, в этом есть она причина. Слава Богу, это что произошло? Малыми жертвами, силами, небольшой объем средств понадобилось восстановить. Ну и я благодарен тем службам и муниципальным предприятиям, ну и самоподрядно, которые в короткие сроки восстановили и отремонтировали мост. Леонид Ильич, ну тогда вернемся к другим вопросам. Ну, через несколько дней республика будет праздновать свой праздник, пройдут День республики. Традиционно это вот в районе, в этом году в Комсомольском. Ну и, естественно, столица тоже центр очень многих праздничных мероприятий. Что запланировано в столице из культурных мероприятий? Может быть, какие-то социальные объекты мы готовим к этому празднику? Действительно, главный праздник республики, он проходит в районе, ну и традиционно в городе Чебоксары. Основные мероприятия, они проходят в городе Чебоксары. Что хочется сказать из социальных объектов? Мы вручаем ключи детям-сиротам. 105 детей-сирот получат квартиры в благоустроенном доме. Это для нас очень важно. Как раз дом сдан на каньоне дня республики и полностью отделанные квартиры будем вручать ключи именно 24-го. Следующий момент, мы тоже, это для нас важно, это обманутые дольщики Волжский Платином. Вторая очередь тоже дом будет сдан. Что касается, для нас важно и задача промышленных объектов. Экро-промышленный корпус, новый промышленный корпус по проспекту тракторостроителей вводит в эксплуатацию. Для нас важно то, что Ивана Яковлева дорога полностью будет запущена. Здесь мы тоже на сквере журналистов, большую детскую площадку. Там, по-моему, даже спортивная площадка, да? Детская спортивная площадка, там будет уже к этому времену тоже сдана. А так, если посмотреть во дворах, 62 детские площадки во дворах, они будут сданы уже. Если срок ставим, мы к 1 июля ставили срок, они вот к ней республик, все эти площадки будут сданы. Если мы в этом году планируем отремонтировать 11 дворовых территорий, ну, более 30% дворовых территорий тоже ко дню республики. И в начале июля все дворовые территории, которые запланированы на этот год, они будут сданы. Основные улицы, 10 улиц города Чуваксары мы планировали сдать этим летом. Но на 8 улицах уже тоже ко дню республики работу будут завершены. Это ремонт улиц, да? Да, ремонт улиц по сплошным покрытиям, они будут завершены. Леонид Ильич, ну, Чуваксары этим летом ждет еще один праздник, День города. Что-то такое придумали интересное для горожан? В прошлом году рекорд Гиннеса установили. В этом году что такое будет? На что замахнемся? Любимый для горожан праздник – это День города, потому что мы с каждым годом стараемся больше, чтобы сами горожане участвовали в городских проектах, сами горожане предлагали, что им интересно, какие интересные площадки, какие интересные творческие коллективы, художественные взаимодействия коллективы участвовали. Ну и мы больше стараемся вовлекать и самих горожан, чтобы они… Вот тот проект «Творческий бульвар», где горожане сами делают, благоустраивают улицы Ленина, и творческие коллективы, художественные коллективы, спортивные школы, они вот именно на этом творческом бульваре показывают свое мастерство. Утром, день, гордо мы начинаем зарядки, чтобы целый день горожане вдохновились и провели на высоком таком спортивном настроении. Чтобы зарядились энергией и везде успели побывать. Зарядились энергией и много спортивных мероприятий на день города будет планироваться. Ну и благоустройство города, открытие нового детского санта центральной части города. Ну и других строительств, жилья на разных площадках тоже это будет накануне дня города. Ну и, наверное, с горожанами мы будем советоваться, какой же именно или артисты, или артистку российского масштаба пригласить на день города в город Чепоксары. Леонид Ильич, ну вот обычно ко дню города называется человек, которому присылается звание почетный гражданин города Чепоксары. Есть еще один конкурс, это вот общественное признание. Расскажите, как продвигается конкурс, как подаются заявки. Может быть уже есть первые заявки, какие номинации в конкурсе общественного признания? Ну, наверное, самое высокое звание, которое присваивается городу, это почетный гражданин города. Действительно, очень уважаемые и почетные люди становились почетными гражданинами города. В этом году тоже комиссионно будем рассматривать. Пока в данный момент 8 заявок, я думаю, что заявки еще поступят. И я думаю, что комиссия справедливо, достойно выберет из предложенных кандидатур почетного гражданина города. Здесь коллективы предприятий, организации, общественные организации, жители микрорайона, территориально-общественное самоуправление предлагают именно, кто достойен этого звания. Я еще раз хочу подтвердить, что действительно самые достойные, почетные люди получали это звание почетный гражданин города Чепоксары. Но еще один важный конкурс для города, важный для нас, важный конкурс «Общественное признание». Здесь тоже мы выручаем статуэтку наиболее достойным людям. Если в прошлом году было по 11 номинациям, а в этом году мы проводим шестой раз уже этот конкурс, и здесь уже 12. Какие номинации? Хотя бы немножко перечислить. Очень много претендентов, номинантов у нас отдают те, кто работает с детьми. Где общественные организации, коллективы, детские сады. И ввели 12 номинаций «Всю душу отдаем детям». Это тоже, я думаю, что очень важная номинация. Я думаю, что и в этом году, в этой номинации много будет претендентов. Основная номинация «Общественное признание» – это «Человек года». Мы самых наиболее достойных, которые какой-то подвиг совершили, которые работают на блогах города и горожан, отдают все силы и энергии. Если посмотреть у нас, акушер-гинеколог Драндров Геннадий Леонидович получал эту номинацию, который несколько десятков тысяч родов принимал, и все горожане знают. Это врач высшей кандидат, кандидат науку, очень опытный профессионал в своем деле. И действительно комиссия единогласно это присудила в этой номинации Драндова. Есть у нас пожарный, который, находясь в нерабочее время, спас целую семью. Можно сказать, от смерти та же вытащил с пожара, дети были как раз. Есть у нас сотрудник полиции, есть участковый милиционер, и есть донор, который более 100 донаций дал. И поэтому в этом году тоже мы посмотрим. Конкурс уже начался, с 25 мая подают заявки, ну и будет продолжаться до 15 июля. Как раз мы будем собирать документы, комиссия уже с 15 июля будет рассматривать, кто именно в какой номинации будет выигрывать. Здесь интересная номинация, это настоящий хозяин, беспокойные сердца. Здесь могут подавать рядовые горожане, общественные организации, территориальное общественное самоуправление. Мы говорим, что детские сады активно готовятся на общественное признание. Вот такое, уже более за эти последние 5 лет, которые у нас было 400 номинантов, было более 400 номинантов, и мы каждого, конечно, отмечаем, даже кто участвует в этом конкурсе общественное признание. Куда можно подавать заявки на участие в конкурсе общественное признание? Участие в конкурсе общественное признание, администрацию города, можно подавать заявки. Здесь примут, и уже потом на жюри они будут доведены. Спасибо большое, Леонид Ильич, что согласились встретиться с нами и дать нам интервью. Может быть, вы тогда обратитесь к горожанам, может, поздравите их с предстоящими праздниками? Ну, я в первую очередь хочу поблагодарить горожан за активное участие, за поддержку, за благоустройство города. Ну, и приглашаю на праздничные мероприятия, которые будут проходить накануне Ня-Республики, 24 июня. Я хочу отметить, что это будет интересно. Ну, самое главное, еще 23-го фестиваль фейерверков, 24-го гала-концерт фейерверков. Я думаю, что горожанам эти мероприятия очень нравятся. Программа уже сверстана, она будет в средствах массовой информации, телевидении уже программу показывает. Ну, и хочу тоже обратиться, что и участвовать в подготовке ко дню города. Уже подготовка ко дню города идет, участвовать в конкурсах и общественные признания, и рекомендовать кандидатуру на звание почетного гражданина города Чебоксара. Действительно, мы, вот эти праздники, наверное, от нас самих больше зависит, как мы подготовимся, рядовые горожане, как мы, что мы хотим видеть в этих праздниках, участвовать в праздничных мероприятиях. А самое главное, хочу пожелать хорошего праздничного настроения. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был глава города Чебоксара Леонид Черкесов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин